Доброго времени суток! Прежде чем начинать работу какую-либо с электрикой автомобиля ВАЗ-2109, покажу вам программу. Это интерактивная электросхема, динамическая, в которой можно отключить какие-то узлы или подключить и просмотреть их. С такой схемой всегда проще определять, какие узлы вам нужны. Вот таким образом мы можем выделить любой из узлов и более удобно просмотреть его. Итак, ВАЗ-2109 столкнулись со следующей проблемой. Не работают задние габариты, габаритные огни точнее. Передние работают, задние нет, ни левый, ни правый. Притом все остальное работает. То есть поворотники, стоп-сигналы. Так как передние работают, а не работают задние, поэтому сразу в блок предохранителя я лезть не буду и проверять предохранителя. А сразу же посмотрим задние фонари. Снимаем задние панели, если они у вас есть. Откручиваем их и продолжим. Панели снял. Под панелями у нас еще есть защитные крышки. По диагонали они закручиваются вот такими шурупами. Откручиваем их, снимаем крышки и продолжим. Прежде чем я что-либо начну делать здесь, хотелось бы сказать, какие могут быть причины. Во-первых, это перегоревший предохранитель в блоке предохранителей. Во-вторых, это сгоревшая лампочка. В-третьих, электропроводка. И в-четвертых, самая распространенная болезнь девяток, это плохой контакт на клемме. Скорее всего, это и есть. Или лампочка. Снимаем клемму. Достаем фару. Очень неудобно снимать одной рукой. Вот здесь вот защелка. В общем, сейчас достану и покажу дальше. Итак, лампочка, отвечающая за габариты. Вот она. Это поворотник. Это стоп-сигнал. Ну, сразу же видно, что лампочки целые. Скорее всего, как я и сказал, это плохой контакт на клемме. Ну, они здесь и окислены, кстати говоря. Хорошо их зачистим. Покажу, что будем делать дальше. Для полной проверки. Итак, ставим мультиметр на режим 200 вольт постоянного тока. Берем клемму. Задние габаритные огни. Это у нас желтый провод, как мы смотрели по схеме. И черный масса. Берем и замеряем, сколько выдаст нам вольт. 11,7. Это вполне нормально. Если выдаёт мало, значит где-то у вас плохой контакт. Либо что-то с проводкой, либо с предохранителем. А так всё в порядке. Значит, это клемма. Сейчас необходимо всё хорошо зачистить, чтобы везде был хороший контакт. Посмотрите внимательно в саму клемму. Нигде ли ничего не загнуто. Нет ли там коррозии какой-либо. И затем собираем конструкцию на место. Так же делаем с той стороной. И посмотрим на результат. Кстати, ещё забыл сказать, что у меня влияло на плохую работу. Это плохой контакт на клеммах лампочки. Достаем лампочку. И зачищаем. Плюс-минус. Так же и на этом. На самом контакте. После чего ставим на место. Это тоже может влиять на плохую работу габаритов. Вот после зачистки контактов габариты загорелись. Значит, это болезнь девяток, которая постоянно будет выскакивать. Постоянно это будет происходить. Здесь клеммы окисляются. И постоянно пропадает контакт. С этим уже я сталкивался миллион раз. Вот вам и причина нерабочих задних габаритов. Итак, с той стороны делаем всё то же самое. Лампочкой проверил. Все тоже не в порядке. Значит, здесь проблема та же. Это клеммы. Да, Мурзик? Правильно говорю? Мурзик? Да, Мурзик подтверждает. Ну что, продолжаем всё. Зачищаем и проверяем результат. Вот таким нехитрым способом мы решили нашу проблему. Значит, проблема была лишь в окисленных контактах. Значит, ещё раз. Что мы сделали? Сначала мы проверили, идёт ли сюда напряжение. И в полной силе оно идёт ли. Да. Для чего мы это делали? Для того, чтобы убедиться, что дальше у нас по цепи проблем нет. А проблема именно в задних фонарях. Ну, надеюсь, что я вам помог. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин